Четвертый субботник с начала весеннего сезона. Мы одни из немногих муниципалитетов Московской области, которые начали рано убираться. Но 18 апреля все так же дружно вышли на региональный субботник. Его проводили во всех уголках района. Но наиболее многолюдно в этот день было в горках Ленинских. В преддверии 145-летия со дня рождения Ленина люди собрались в этом историческом месте, чтобы привести его в порядок. Я уверен, что каждый житель Ленинского района, особенно город Ленинский, гордится тем, что в этих местах жил не только Владимир Ильич Ленин, но и зарождались многие традиции, которые сегодня по всей нашей стране гремят как различные акции. Например, в этом году проходит акция «Чистый двор, чистая совесть». В рамках проведения субботника было также решено поддержать экологическую акцию, предложенную губернатором «Наш лес, посади свое дерево». Посадку деревьев начали с Траурной аллеи, по которой к железнодорожной станции несли гроб с телом Ленина. Ели, которые сегодня были посажены, приехали из Ульяновской области, с родины Владимира Ильича. Помимо ели на Березовой аллее и заповедника, символически высадили 145 молодых берез в честь Ленинского юбилея. А кусты сирени посадили около обелиска павших воинов в честь 70-летия Великой Победы. Сегодняшняя акция, она все-таки посвящена субботнику, и я уверен, что сегодня во всех наших поселениях появятся новые саженцы, вырастут новые деревья, а следовательно зародится новая жизнь. Субботник сплотил сразу несколько политических партий. Коммунисты работали бок о бок с представителями «Единой России». Еще ранее коммунистическая партия поддержала исполняющего обязанности главы Ленинского района. Объединение в том, что мы не только политическим предпочтениям отдаем, но прежде всего мы отдаем предпочтение именно хозяйственным, профессиональным, личностным качествам человека. Потому что он великолепный хозяйственник, человек, который знает, как нужно работать, как нужно развивать район, как его вывести на те рубежи, которые, можно сказать, что благосостояние жителей района улучшится. В понятии «субботник» сегодня не следует искать никакой коммунистической идеологии. Его не надо политизировать. Выходя на уборку, мы лишь говорим о трепетном отношении к своему дому, двору, городу. Поэтому и девиз главного субботника Подмосковья – «Чистый двор, чистая совесть» – надо соблюдать не один день, а следовать ему всегда и всюду. Елена Бабина, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.